Это было так неожиданно, что я не снимал. Я нашел ухты. Смотрите, вот ухты. Что такое ухты? Да, всем привет. Это когда находишь что-то, понимаешь, что это не монета, но понимаешь, что это не мусор. И ты говоришь, ухты. Вот это вот ухты. Смотрите, ну я уже посмотрел, потому что было интересно. Какой огромный, а? Какой огромный ухты. Вот все время было интересно, с чего они такие? Ух. Я уже его чуток и потрусил, но кажется, там нет ничего внутри. Там должен быть шарик или что-то, но оно струхло. Ну или это песок не дает. И лежало не глубоко, что тут. Вот вам и ухты. Вот это бубенец. На поле они вечно кусочками вот ушки находил, верхушка, а тут такое вот ухты. Смотрите. О, какая штукенция-то, а? Вот так вот его дома потрусим, потрусим, потрусим. Тяжелый, ну это из-за песка. Ну и чего? Вымыл? Помыл. Смотрите. Рабочий. Рабочий. Я думал, сломан. Так что, если кому-то надо, такая штука пишите. Договоримся. Бубенец. Ох ты, ёва. Вы посмотрите, эта камера не передает высоту, но вот уже верхушки деревьев. Я не знаю, сколько это этажка. Если туда сигануть, то все, кукин-квакин. Вот это высота. О, ну честно, я бы не сказал, что это похоже на что-то интересное. 49, 50 и по всему. Если как, а вырежу. О, боже. Бьет как... Как не пойми что. Вот она. Ах ты, бляха-муха. Хотя, смотрите, в каких я кустах. Это этот. Крестик сломанный. Скукоженный. Эх ты, ёва. А был бы сушка, мы бы его пошли по соседям фотографировать. Те, кто смотрит мой канал давно, тот знает. Жалко. Но все равно находка. А бил как... Как не пойми что. Не, ну когда уже достали, уже лучше. А в земле бил непонятно. Так что проверяйте непонятные сигналы. Особенно, если вы на новом месте. Что, забираем? Сюда можно забраться. Отсюда можно бабахнуться. Все, очко играет. Назад, назад, назад. Назад, назад. О, я и под дерево забрался. Но здесь нет ничего. И особо-то и не помашешь. Но если бы в детстве я был счастлив от такой халабуды. Посмотрите как. Ух ты. Та вы что, минут сорок и вот он. Я понимаю. Не монеты. Кто-то сказал. Ты? Что на дерево-то выперся? А чего? Я люблю галазить с детства. Ой. Салом потрусить. У меня есть чем трусить. Ох. По разным таким местам. Это... Это же интересно. На колени халоп. Так. Как не в прошлый раз с муравьями. Помните? Как это было? Кто не помнит. Я оставлю ссылочку под... О! Под видео. Класс. Только бы целая. Только бы целая. Да. Там пришлось практически голышом бегать по лесу. Чтобы они отстали. Это колечко, друзья. Смотрите, какое... Классненное колечко. Печаточка. Помоем. И посмотрим. Находки лучше не тереть, не яндолить. Вот так вот. До дыр. Ямки. Зарываем. Это же что-то. Не, крестик тоже неплохо, но сломанный. Особо я не мыл. Это у нас, друзья, кольцо. Скорее всего, старенькое. Может, где-то 700-800-е года. По цене одно кольцо ничего не стоит. Вот есть и наборчиком, да. Но дело не в цене. Клечко целое. Ух, красота. Такое необычное. Вы такое находили? Оп. Первая. Интересная находка. Не то, что бубенец неинтересный, крестик. Но почему-то кольца я и пуговки люблю больше. И крестики люблю. Все люблю. Ну-ка, целые. Продолжим. Фу. Не, ничего не нашел. Поймал себя на мысли, что и холодно плохо, и когда очень тепло плохо. Пить охота, а воды летают. Ну, и все так, терпимо. Не, меня-то не сожрут, понадкусывает, но это тоже не радует. О, какой за мной холм. Сейчас будем холм брать штурмом. Играли в детстве в Царя горы? Мы много раз играли. В этом картошку сжарили вечером. О, класс. А ну, напишите, кто играл в Царя горы или в Казаков-разбойников. Вот это было. Это не то, что сейчас телефон. Динь-динь-динь-динь. Смотрите, как я разрыл. Был сигнал такой. Разрыл, стал лучше. Ох ты, блин. Забываю, что я под елкой. Сколько у меня рост? Да не знаю. Метр девяносто четыре был когда-то. Может, в корень уже пошел? На колени. Холоп. Давай. Ага, не угадал. Вот тут, конечно, бы был нужен пин. О, да, я снайпер. Зачем? Кому тут пин нужен? Только подумал. Ой, что-то он уже... О, во, во. Ааа, кругляшок. Это мы под елкой. Смотрите так. Огромная такая ялыняка. А холм туда пошел. О, аж в глазах потемнело. Солнышко зашло. Когда солнышко заходит, аж весело. А ну что оно такое? Что-то тоненькое очень. Или заендоленное. Или средневековое серебро. Но мне так не повезет. Черное тереть не буду. Дома помою. И посмотрим. Я это дело люблю. Кто, кому интересно, как я мою, ссылочки под видео. Дай бог, чтобы что-то интересное. Ну, ну. Хотя, честно, думаю, может это австрияки. Или поляки. Я находил. Ну, не в этих местах, а туда дальше. Но в наших общениях найти, а тут бывает. Ну, а что оно еще может быть? Ну, а с этой монеткой получилось интересно. Отмыл, посмотрел, поспрашивал умных людей. Оказался, это один грош. Это монета Пруссии. Должна выглядеть вот так вот. Ну, это серебро. И ежу, понятно. Вот это стоит 10 баксов. Ну, а когда смотришь на нашу. И при чем тут еж? И при чем тут серебро? Серебром тут и не пахнет. А такие монеты. Вот опять же, один грош 1596 года. Могут стоить кучу денег. Вот это стоит 180 долларов. У нас похоже, но не такая. Почему? Потому что, друзья, это фальшак. Фальшак ущерб обращению еще того времени. Фальшивая монета. Ух, злодеи ее сделали. В таком состоянии можно просить доллара 4. Ну, если дадут. А чего? Люди любят фальшаки. Может, что-то больше, если повезет. Да, некоторые мне говорят. Дима, зачем взорвать ямки там, где никто не видит? Да вы чего? При чем тут видеть не видит? Тут все от вас зависит. Если делать то, что никто не видит, точнее делать разную каку, когда никто ничего не видит, то это же что будет? Анархия. А нам такое не надо. Видите? Глюков нет. Хорошая катушка. Вот это да. Смотрите. Ого. Какая красотень-то, а? Ох ты, ну ты. Ого. Я на краю мира. Почти. С верхушками деревьями стоим. Оттуда. Ух. Интересно, там можно походить? Или нужно походить? Как думаете? Выше деревьев. Вот это красоте. Не знаю, передает камера или нет. Наверное, нет. Но просто. А я дурак. Сигнал был как золото. Всегда, когда слышишь такие сигналы, думаешь, золото, ну, а 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 вот именно потому золото всегда неожиданно. Потому что ты выкопаешь сто тысяч миллионов раз разные очень похожие сигналы. Это советская монета. Пробочки, советские монеты и все. И уже об этом и не думаешь. А потом, опа-на, и не спугнись. Но это две копейки. Я сполосну, хороший лесной сохран, и покажу. Золото раскоптал губу. Подбери, Дима, золото. Не в этом сезоне. Хотя, вдруг, надо верить. Монета ранних советов. Еще говорят, ранних совков. Но мне так не нравится. 1935 года. Это у нас старый тип герба. В таком состоянии лучше продавать наборы. А вы верите, что вы в этом сезоне найдете золото? Только честно. Ну, я верю только, что вот такого вот золота я накопаю впрок. Это фольга. А била тоже как золото. Особенно в воде она бьет так, что... Эх, курение это зло. Да и дорого в наше время курить. Сколько там сейчас пачка сигарет? По 60 гривен? Это... Вы чего? Два с чем-то бакса. Не, я никогда не курил. Я уже рассказывал. А, бывает вот так вот на разных... А не. Это пробка. Ой, а вот она и лежит. Это пробка. Видите? Все, думаю, спуститься туда или не надо. И как туда спуститься, она, наверное, же будет сыпаться. Можно и шею свернуть. Веревку надо. Вот за такое бы... Ой. Закрутить. И легонько покатиться туда. Посмотрите, какой. 111, 110, 108. Но линия гадографа не очень ровная. Может быть... Современная пробенция. Давай, давай, что-нибудь... Мега... Интересно. Ого. Корни. Давай. Выкопал. Ну. О. Да. Ай. Шоп-туби. Это этот. Медь, но осколок со снаряда. А, поясок, видите? А бьет, как монета. А я-то уже напрягся так. Ну, что ж ты сделаешь? Бывает. В жизни этот пояс выглядел вот так. Чем больше снаряд, тем больше пояс. У нас кусочек. Люди, бывает, находят снаряды и сбивают это все на металлолом. Конечно, рисково. Мягко говоря. А бывает так же сбивают, полируют. Хоп-хоп. На-на-на. И выходит вот такая вот красотень. Ну, опять же, рисково. Это у нас браслет. Потом можно носить. Ну, или попытаться продать. За этот просят примерно 55 долларов. Фух. Вот так всегда. Вот поясок со снаряда. И такой же сигнал был. Я был уверен, что это... И оно туда полетело. И... И... Вот это да. Смотрите. Вот он. Вот. Вот это да. Я почему-то... Ну, я уже брал в руки, потом бросил как будто так... Ха-ха-ха. Потом понял, что это не мое, что это Алиэкспресс подписчика. Подбросили. Я почему-то думаю, что это Таллер. Я когда-то уже держал такую монету в руках. Вот это да. Ну, я в подобных монетах не силен. Но вот такого вот размера. И вот видите, какие-то... О, сейчас. Сейчас. Какие-то... Фух. Попил. 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 Попил что-то к водичке. Не помогло. О, присмотрелся. Видны вот такие вот. И она чистая относительно. Буковки на ней непонятные. Но это... Ох ты. Смотрите, какая, а. Вот. Вот вам. Я сфоткаю. И все покажу. Красотень. Какой-то непонятный орол. Орол. Ха-ха. А-а-а. А-а-а. Орол. Честно, орол. Ха-ха-ха. Ну, вырежем. Потому что, говорят, Дима, ты больной. Ты меня пугаешь. Сейчас мы тут прозвоним. А вот тут вообще интересно. Я не угадал. Это никакой не Таллер. Эта монета называется Флорин. Или Флорин. Если ударение не туда, извините. Город Зволли. Эта монета средневековой Европы. А именно Голландская республика. Может быть где-то 1680-е годы. Очень нечастая монета, но состояние решает. Вот в таком вот до 40 долларов, я думаю, не дотянет. Ох, не. Прозвонил. Обходил. И больше ничего. Ничего. Что такое какое-то все в голове. Это же надо такая штука. А-а-а. Ха-ха. Не знаю, как вам. Ох, сколько мошкары-то. Прям туча. А мне очень это похоже на дорогу. Почему нет? Смотрите. Ну вот и туда. Или туда. Вот наша находка. Била как что? Как нечто. Вот так вот. 91. Так бьет пробка. Так бьет много чего. Интересного. Но это пуговица. Пуговица. Гудзик. А если присмотреться, то пуговица. Хотя очень похоже на гудзик. Даже чего-то видно. Кажется, орел. Орел. Значит, общевойсковая. Ну, помоем и посмотрим. Ушка есть чуток изогнутая, но все равно. Видел поисковиков, которые пришивают тебе на одежду. Пуговицы царские. И ходят. Для поддержки штанов. Не знаю. Считаете, так можно? Нельзя. Хотя, с другой стороны. Ваша находка. Чего хотите, то и делаете. А это у нас общевойсковая пуговка Рия. Но пуговка-то обычная, но состояние шикарное. В таком цены не имеет. Лучше продавать набором. Но как находка очень приятная. Смотрите, волосатый орел. Да шоп ты опять. Дивите, опять фольга. Как же вы накуритесь, а? Тут, если присмотреться, то кажется, лес-то как-то погуще. Постарше, я не знаю. Раскопнул, а нету. А глубже. Копаем три раза. Чтобы на Верочку. Все интересно, выкопается за два-три раза. 114-115. Давай. Монетка, давай. Давай, рубчик-то Петра. А вот она. Лето короннее. Вот. Не рубчик, но все равно. Эх, медяшка. Била как медяшка. Ну и толку, что медяшка. Помоем. И посмотрим, чтобы сильно не тереть. Ну, кажется, живая. По размерам это или Николай Второй, или ранний совет. Ну, или то, что я не знаю. Вот как-то так. Смотрите, как дремучит, а. Вот так вот. Вот так вот. Клещей тут нету. А то отгрызут мне бубенцы. У меня и только один. Медяшечка красавица. А именно, две копейки очень-очень ранних советов раньше просто некуда. 1924 года. Подобные монеты чеканились часто еще из старской меди на их заготовках. Размерами данная монета такая же, как две копейки Николая Второго. В таком состоянии можно смело просить доллар, а то и два. Если не дадут, пускай идут лесом. Монета просто в шикарном состоянии. Как говорит у меня знакомый, гурт или профиль просто пальцы режет. Если бы колено не болело, то можно прыгать, как грациозная лань. Вот кто-то раскопал и не зарыл. Кто? Чему? Вот это с той песни, что никто же не видит. Я выкопаю яму и все. Неужели тяжело? Хотя бы чуток. Никто же не говорит там ровнять это все. Хотя бы вот так вот. А потом мы говорим прогоняют и все такое. Какие цветочки. Лабуда. Есть не буду. Смотрите как. Вот это да. Коленка. Пойдем туда. Не знаю, как вам, а мне жарко. Видно, не видно. Находился. Хотя, заметил, вот присел. Смотрите. Земляника. Вот это же земляника. Правда, но ягод нет. Дикая какая-то или ленивая, как Димон. Хорошо копать, когда тепло. Ничего не мерзнет. Но тут же и плохо, потому что мучительно жарко. И летают разные кровососучие и все такое. Не, пшикаешься каким-то. Какой и купил такими пшик. Но одно помогает, одно нет. Кто его знает. Если бы такое, чтобы на верочку проверено. И мухи не лезут. Или комары, а воды лезут. Как мастершмитт летают. Не знаю, слышно вам или нет. Так, друзья. Если возникнут вопросы, замечания, пожелания, конструктивная критика, не в духе что-нибудь ляпнуть. А вот реально, там Дима, вот то лучше так показать, вот то так. Ну поговорим. Почему? Мне же все равно, как делать ролик, да? Со стороны оно виднее. И знаете, многие снимают, ну я не думаю, что у меня это есть. Ну там, я самая классная снимая, я самый такой козак. Кто как не я. Но со стороны оно виднее. Так что критика приветствуется. Если хотите мне написать, ссылочки под видео. Если хотите почитать о таком приборе, как у меня, Рутус Альтер 71, тоже ссылочка под видео. Там можно посмотреть на весь модельный ряд Рутуса. Что буду делать? А я землю вывожу со двора, потому что там был крепич, когда-то кто-то выложил, и оно все... Я хочу это все вывести и сделать высыпку, потому что вода весной. Плаваешь, как ухтиандр, а хочется, как у людей. Еще думаю, дырку прорублю в доме, потому что, знаете, говорят, Петро Первый сделал окно. Ну окно в Европу это классно, а у меня будет дверь. Дверь вот такая вот. На! Окно вытащим и поставим дверь. Зачем? Ну вот у вас один вход в дом, а у меня будет два. Чтобы не как у всех. Так что, друзья, возникнут вопросы, замечания, пожелания, пишите. Я надеюсь, я находочки уже помыл, потому что фотоаппарат мне как бы починили, но он то работает, то не работает, но будем надеяться, что все было хорошо. Так, пишите, поговорим. Люблю говорить с умными, с умными людьми. От такого общения сам становишься умнее. Тур фирма Димон Башет предлагает вам уникальные туры, где вы сможете башить через ее с утра до вечера, а также попробуйте уникальное автентическое блюдо, подкова в собственном соку. В этом деле главное, что? Правильно замариновать и чтобы не подгорели, да? Так что, подписывайтесь на канал и все будет. Аминь, не подгорели, Как сказать, Работает ли, не подгорели, но, по-дгорели. -